дорогие мои везунчики рада приветствовать вас на канале Натали Мастерс Наташа с вами как всегда надеюсь вы вяжете что-нибудь очень красивое современное приятное вам с очередной идеей повяжем теперь спицами как же здорово распределяется узор в этой шнурковой пряжи в новинке вас ожидает мастер-класс первая часть по маечке маечки на бретелях достаточно широких спицами из риджады я так эту пряжу называю в переводе роса как мне вы подсказали в прямом эфире сказочно красивая пряжа я планирую из нее несколько даже топов спицами потому что я в нее влюбилась она необыкновенная это мягкий хлопок хороший метраж 110 метров 50 граммах чуть-чуть потолще средней толщины очень очень приятная с такими капельками люрекса сверкающими красивые оттенки сказочная красивая пряжа такого рода пряжа самодостаточные эти капельки они еще распределяются то их больше то меньше неравномерно это особенно приятно конечно для такой пряжи идеальная гладь простые узоры самые самые простые может быть какой-то один оранчик либо вот такой элементарный ажур мальчика простая но все-таки не настолько уж она простая у нас с вами будет сейчас я вам все расскажу и подскажу по размерам мы начнем вязать с вами сегодня перед а спинка у нас будет интересно удлиненная уголочком не просто горизонталь ниже с разрезами как часто делают нет у нас будет очень интересный эффект в следующий раз мы закончим с вами перед и приступим к спинке набор по вязанию этого топа уже в продаже также будут схемы к этой маечке лейбл и скидка на эту прекрасную роскошную новинку так давайте я вам покажу как в изнаночной глади выглядит это пряжа приобретая такую пряжу вы можете быть уверены что у вас не будет особенно проблем с рядностью потому что это шнурочек пряжа очень мягкая на не колется и ложится отлично поэтому можете спокойно вязать не выгадывая какие-то неровности все будет выглядеть идеально у нас сегодня на повестке дня не только сам узор распределение по ширине по размерам майка будет иметь прямой силуэт удлиненную спинку и достаточно глубокий классический вырез и обвязанные бретели бретели и вырез а мальчики я буду тоже вязать свой любимый скрещенной резиночкой один на один так ну и собственно говоря давайте с вами приступать к мастер-классу поговорим о размерах я вижу на размер 46 48 замираю глядя даже через экран через камеру на то как выглядит это пряжа по серединке у нас будет с вами гроза собирается летит самолет низко собираем такая полоса ажурная прекрасная сзади у нас тоже будет полосочка но не ажурная платочной вязкой потому что это спинка в общем моделька очень и очень любопытная так первое о чем нам нужно с вами поговорить это о том как мы будем распределять рапорт нашего простого ажурного узора в этой маечке соответственно у нас получается две секции которые должны быть симметричны относительно центральной вот этой стройнящей линии поэтому в зависимости от размера мы будем набирать количество петель по рапорта и у меня в каждой половинке в 4 рапорта 4 рапорта и 44 петли симметрии соответственно в этой половинке тоже для этого размера 46 48 44 петли симметрии и 4 рапорта ажурная полосочка тоже 4 петли по центру и 2 кромочные соответственно для размера 44 мы набираем не по 4 рапорта а по 3 рапорта плюс 8 петель симметрии с одной стороны 8 с другой это 16 петель везде мы прибавляем плюс 4 петельки ажурной полосы это уже 20 и 2 кромочные 22 петли таким образом в моем случае у меня 8 рапортов 8 я умножаю на 8 плюс 22 петли если у вас размер 44 то вы 6 умножаете на 8 плюс 22 петли это сколько нужно на перед набрать до далее следующий размер 48 50 вы набираете 10 рапорта всего 5 и 5 плюс 22 петли между прочим сегодня последний день действия потрясающих акций скидочных и подарочных их очень много спешите проходите все ссылки под видео на набор на пряжу на эту новинку и еще я вам покажу некоторые цвета в этом видео полюбоваться этой пряжи может быть вы захотите какой-то другой вариант предпочесть и еще одну пляжу которая очень похожа тоже шнурковая но здесь цветные вкрапления они люрекса покажем некоторые оттенки еще оливковый цвет очень и очень и очень симпатичный 70 00070 прекрасный серый с розоватым люрексом очень благородный так далее лайм безумный оттенок но очень и очень практичный также мне нравится яркая маженто с сирене умер вкраплениями люрекса изысканный пудровый оттенок со светло золотистым само благородство брусничный розовый винный вариант показываем цвета и очень и очень нейтральный элегантный черный с черными же вкраплениями с черными росинками клубочки видите по разному начинается где-то больше люрекса где-то меньше потому что я говорила вам о том что распределено вот такими секциями как вы в полотне видите вот здесь меньше россиянок здесь больше они уже появляются ширина составляет 50 сантиметров примерно на мой размер маечки 52 где-то так плотность вязание я вижу спицами четыре с половиной 17 на 27 28 рядов высоту это 10 на 10 сантиметров в этой пляже невероятный трикотажный эффект просто класс так еще хочу вам показать до мультикалор вариант из люрекса роскошнейший есть оттенок таракотовый самый красивый пожалуйста пожалуйста в линейке так называется эта новинка и здесь состав с вискозой 70 процентов вискоза 30 хлопок шикарную чая пряжа так про состав твое я вам забыла рассказать бежады 93 хлопок и 4 3 сам по себе люрекс какой проливной сильный дождь пошел соответственно моем случае я набираю восемьдесят шесть петель и провязываю планочку планка у меня маленькая мне так захотелось а два с половиной сантиметра примерно 2 3 сантиметра вяжем планку это резинка один на один набираем петли первый ряд изнаночный и мы провязываем скрещенную изнаночную и обычную лицевую 2 ряд лицевой мы провязываем скрещенную лицевую и обычную изнаночную таким образом чередуя эти два ряда у нас с вами получается такая резиночка сто раз я вам ее показывала всех мастер-классов преимущество в том что она не косит как полностью скрещенная резинка так как скрещенная только лицевая петля все переходим к вязанию мачки плотности вам рассказала по размерам я вам все рассказала высоту тем узором который я вам сегодня буду показывать вяжем сорок три сантиметра я хочу длинную маечку вы конечно можете вязать и покороче после планочки первые два ряда мы провяжем так до центральной линии снимаем кромочную вяжем лицевые когда перед нами центральные четыре петли мы провязываем так 2 лицевые накид и 2 вместе лицевой за задней стенке 2 вместе с накидом влево и продолжаем вязать лицевыми петлями дальше второй ряд раппорта мы будем провязывать всегда просто изнаночными по рисунку накиды тоже изнаночными третий ряд начинаем с петель симметрии это четыре петли провязываем 2 лицевые накид далее 2 вместе с наклоном влево и раппорт 6 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 накид 2 вместе с наклоном влево повторяем раппорт второй раз 1 2 3 4 5 6 накид 2 с наклоном влево в моем случае я полностью провязала 1 2 3 4 раппорта далее петельки симметрии с этой стороны узора с правой 1 2 3 4 вяжем дорожку теперь в другую сторону 2 петли накид и 2 вместе с наклоном влево переходим ко второй части петли симметрии 1 2 3 4 5 далее накид 2 вместе с наклоном влево 5 петелька это было начало раппорта и раппорт в этой стороне так выглядит петля накид 2 вместе с наклоном влево 1 2 3 4 5 петель повторяем раппорт петелька то есть опять между узором между дырочками по 6 просто лицевых накид 2 вместе с наклоном влево 5 петель следующий раппорт воздушная петля далее накид 2 вместе с наклоном влево 5 петель так последний уже раппорт провяжем воздушная петля накид 2 вместе 1 2 3 4 5 остаются петельки петли симметрии с этой стороны провязываем их так лицевая накид 2 вместе с наклоном влево лицевая и кромочная возвращаемся обратно изнаночными пятый ряд снимаем кромочную сразу провязываем это петли симметрии 2 петли вместе с наклоном вправо накид лицевая накид и раппорт узора 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид и раппорт узора 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид так я вижу 4 полных раппорта заканчиваю 4 раппорт 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид петли симметрии провяжем 1 2 3 накид 2 вместе с наклоном это петли симметрии уже раз и осталось 3 петли 3 лицевые так здесь у нас раппорт составляет 4 ряда поэтому на этот раз мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые 2 вместе с наклоном вправо это петли симметрии и раппорт накид лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо и повторяем накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо заканчиваю последний раппорт 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо и петли симметрии накид 1 лицевая 2 накид 3 и 2 вместе с наклоном влево 4 5 ряд провязали 6 ряд изнаночные провязано 7 ряд мы вяжем лицевыми 8 ряд изнаночными 9 лицевыми 10 изнаночными но дорожку мы продолжаем сохранять наш раппорт изнаночные ряды провязываем изнаночные и скрещиваем то вправо то влево в начале раппорта из 4 петель центральную дорожку итак 7 ряд раппорта это лицевые и здесь я провяжу в центре 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево далее 8 ряд изнаночные в 9 ряду я провяжу сначала 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые так провязали сплошные ряды один стоят снимаем кромочную и провязываем 6 лицевых шах в шахматном порядке дальше идет узор далее накид и 2 вместе с наклоном влево 4 петли 1 лицевые это петли симметрия и раппорт выглядит так 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 4 лицевые и повторяем 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 4 лицевые и еще раз 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 4 лицевые перед дорожкой провязан последний раппорт он заканчивается четырьмя лицевыми и петли симметрии в данном случае это 4 лицевые 1 2 3 4 далее дорожка 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево и правую часть мы будем вязать так 4 лицевые петли симметрии и раппорт 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид 2 вместе с наклоном влево лицевая повторяем раппорт 5 лицевых 1 2 2 3 4 5 накид 2 вместе с наклоном влево лицевая и остаются 4 петли симметрии провяжем их лицевыми 12 ряд изнаночные 13 ряд петли симметрии 4 лицевые раппорт 2 вместе с наклоном накид лицевая накид 2 вместе с наклоном 3 лицевые повторяем 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо и петли симметрии это 4 петли 1 2 3 4 далее вяжем дорожку 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые левая часть 4 петли симметрии лицевые далее 3 петли это уже раппорт 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево закончился раппорт повторяем 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид довяжем уже это ряд вместе 2 вместе с наклоном влево 3 лицевые убавляем вправо накид лицевая накид влево 3 лицевые и наконец вправо накид лицевая накид влево и 4 петли симметрии кромочная остается провязать 14 ряд а 15 16 ряды это лицевая гладь лицевая гладь но не забываем провязывать ажурную дорожку посредине там раппорт остается такой же как и прежде все мои дорогие повторяем 16 рядов до высоты 46 сантиметров ой 43 сантиметра если вы хотите удлиненную на лямочках майку как хочу я такая прелесть получается восхитительно красиво если хотите успеть приобрести такие новиночки всегда ограниченное количество именно тот оттенок или который вам приглянулся обязательно поспешите красоты мало не бывает все пока пока целую обнимаю скоро увидимся в продолжении